Всем привет, с вами Ирина, и сегодня мы наконец-то узнаем, как же все-таки чистить кокос в английском языке. Возвращаемся к истокам. Это наш урожай. Утром я чистила кокосы. У нас пользуется слово has, которое довольно интересно, и вы сейчас поймете почему. Мы отправляемся в словарь, что же мы там видим. И Кембриджи словарь совершенно в наглурном заявляет, что слово has, это исключительно существительное. Что очень странно, потому что мы только что видели, как он используется в качестве глагола. Ну да ладно, давайте посмотрим, что он значит в качестве существительного. Сухая, наружная оболочка, некоторых семян. Что даже в этом случае звучит достаточно сомнительно, потому что назвать кокос семечком можно только с очень большой натяжкой. Но может быть это проблема только британского английского, который кембриджские снобы скромненько так называют английским. В то время как американский вариант английского они в нагло совершенно называют American, как будто это совершенно другой язык, что естественно не так. Ну да ладно, оставим это на их совести. Давайте посмотрим, что нам скажет американский вариант английского. Американский вариант по-прежнему не предоставляет нам значение has в качестве глагола, но он немного меняет значение has в качестве существительного. Как видим, теперь это внешняя оболочка не только семян, но и фруктов, что хотя бы немножко ближе к кокосу. Ну что ж, кембридж нас подвел, отправляемся в Оксфорд. И оксфордские слова у нас гораздо щедрее на определение. Здесь есть даже второе значение has в качестве существительное, но самое главное, что здесь есть определение для глагола. Ну и как в случае с словами peel и shell, значение глагола по сути заключается в том, чтобы удалить то, чем является это слово в качестве существительного. То есть shell удаляет скорлупки, peel удаляет кожуру. Ну и таким же образом has у нас удаляет сухую внешнюю оболочку семян и фруктов, как мы уже знаем. Что же касается других определений, то они еще более интересны. Существительное у нас значит бронхит у крупного рогатого скота, овец и звеней, либо huskiness, то есть осиплость или охриплость. Определение глагола дает нам еще больше интересных вещей, поскольку husky в качестве прилагательного это хриплый или осиплый. В качестве существительного это лайка. Ну а сам глагол будет переводить как прохрипеть или просипеть. Что же касается первого значения has в качестве глагола, то есть удалять внешнюю сухую оболочку фруктов или семян, то если мы вобьем в гугл словосочетание how to husk, то мы увидим, как страницы одна за другой нам показывают два варианта. Либо как чистить кокос, либо как чистить кукурузу. На этом видео можно было бы закончить, но к сожалению, если присмотреться, то большинство ссылок, которые ведут на туториалы, как чистить кукурузу, используют husk исключительно в качестве существительного. И вместо того, чтобы прямо следовать советами оксфордского словаря, которые прямо указывают на то, что действие удаления husk это глагол to husk, глупые американцы и англичане используют другой глагол совершенно для того же самого действия, а именно шаг. О нем мы поговорим с вами в следующий раз. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делайте видео друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok